Я хочу сказать, что Юрил Бычков был инициатором первой работы по гумерным системам в магнитном поле. И произошло это таким образом, что он прочитал в каком-то мало мне известном журнале японском о том, что произведены эксперименты с сильными магнитными полями, когда циклотонная частота больше кулоновского взаимодействия в электронной системе. И, значит, предложил заняться этим демом и привлек к этому меня. Результатом чего явилась работа, которая на два года опередила открытие дровного пантового эффекта холла. И на год, значит, в целом. Ну, работа эта состояла, собственно, из двух частей. Одна часть касалась вычисления электронных состояний, а другая касалась нейтральных возбуждений в тех же условиях. Ну, эта работа с нейтральными возбуждениями, экситонами, она на три года опередилась к исущению электронских водородов, которые, ну, в точности повторяют результаты. А что касается электронных состояний в таких условиях, то нам казалось, вначале казалось очевидным, что электронные состояния должны были состоять, лепиться из состояния нулевого уровня Нандау, как самой маленькой энергии. Ну, и, значит, как известно, вырождение в магнитном поле огромное. И, значит, это, ну, было этого понятия сформулировано, что вот нужно измерить нового уровня Нандау лепить волновую функцию. Но реально вычисления оказались очень сложными и к чему не привели. Значит, последующие работы с описанием двумерных электронных систем с дробным квантом Эффектом Холла, которые были развиты вскоре после экспериментального открытия, они эмузировались на этой сформулированной ранее предположении, что электронное состояние можно сконструировать исключительно из состояния первого уровня Нандау. Подобно знаменитой функции Лаффлина, ну, значит, сам по себе этот подход не дал никакой классификации возможных состояний дробного квантового эффекта Холла. Вот, но, тем не менее, вот считалось, что Лаффлиновская функция полностью решает проблему основного состояния. Вот, ну, легко показать, что это неправильно. Ну, легко показать, что ты знаешь, а трудно, когда этого не знаешь. Значит, свободная энергия заряженной системы в магнитном поле имеет вид внутренней энергии и дополнительный член, вектор потенциал внешнего магнитного поля умноженный на ток в системе. Значит, нужно ДР. Вот, значит, ну, если мы считаем, что нет никакого тока, то будет током. Это в магнитном поле, да? Это в магнитном поле. В магнитном, я не буду говорить только о системе. Да, я очень уверен. В сильном магнитном поле. Вот. Ну, значит, если мы имеем систему, ну, вот, подобную свободным электронам, то там тока никакого нет. Никакого тока нет. И поэтому будет, в этом приближении все будет определяться внутренней энергией. Внутренняя энергия, значит, ну, в отсутствие тока, она определяется это минимум H на Пси. Вне Пси волновая функция системы. Вот. Ну, и этот член не содержит ток. Но так как минимум, то если мы немного изменим вугловую функцию, то здесь будет квадратичная поправка. А этот член, в этом члене ток имеет поправку первого порядка. Поэтому, ну, и поэтому отсюда видно, что минимизация свободной энергии требует, чтобы появился выгодный ток с соответствующим магнитным моментом. Так что вот эта вот штука понизает, понижает энергию. И это утверждение ни от чего не зависит фактически. А так будет в любом случае. вот, значит, так как появление этого тока это означает возникновение ну, вихревых токов структур, то есть неустойчивость отношения к телевым структур. Ну, возникает неустойчивость, это очевидно. Остальное состояние несоответственность как геннадцатой любого магнитного тока. Значит, я хочу сказать но, естественно, что никакого порядочного тока нет, а возникают вихревые токи. У них магнитный момент этих вихревых токов может быть выбран так, чтобы это было выгодно. и на этом более-менее все кончится. Ну, значит, если у вас большой образец большого размера, макроскопических размеров, то у вас появится решетка вихреви. Вот, эта решетка будет ну, в большом макроскопическом аппарате нам будет периодической. Ну, и на этом ну, вот я здесь я сказал, что значит, после Лафлейновской функции была еще феноменологическая теория Джейна композитных фермионов, которая предполагала, что у электронов есть какое-то что они электроны в сильном магнитном поле одеты дополнительным магнитным потоком. это конструкции давала часть наблюдаемых дробей, но не все. так, 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 сейчас ну, вот в работе в 2009 году было вот это самое проделано и, значит, в большом образце вихри образуют вихревую решетку. В известном смысле вихревые особенности играют роль как раз дополнительного потока композитных фермионов. но это более удобно потому что дает дополнительную свободу в описании двумерная система ну и подобно в известном смысле подобно фазовому превращению. Значит, это аналогичное явление наблюдается в обращающихся жидкостях и рассуждениях фактически те же самые. Но, значит, для того, чтобы объяснить дробный холм этого мало потому что периодичность вихревой решетки не приводит к образованию значит, хотя она и периодична но вам нужно чтобы спектр носил зонный характер и на границах зон была щель и этого мало значит. Вот простая зонная структура возникает только для рационального потока эффективного поля магнитной магнитной вихревой вклад в единице в элементарной ячейке вихревой решетки должно иметь такой вид вот ВС это поток внешнего поля плюс К на Фи 0 это член связанный с вихрами АК является числом вихрей с единичной циркуляцией потому что единичная циркуляция дает минимум вот этот член нерубер он галкратичен и он значит он в результате у вас должно быть вот выполнено я не очень понимаю где это свет серединочки а? средний да нет выше выше вот ВС это вклад магнитного поля К Фи 0 это дополнительный поток который обеспечивает вихрение и это должно быть Л на Н Фи 0 где Л взаимно простые числа а С это площадь элементарной ячейки вот самой нижней энергии соответствует единичной циркуляции каждого вихря ну значит если один электрон на каждую элементарную ячейку соответствует полному заполнению зоны сощелью на ее границе и что дает плотность электронов единица на С вот она вот такого вегугу здесь В на Фи 0 и здесь это вот целые формула дает все наблюдаемые дроби с избытком ну потому что могут быть щели маленькие ненаблюдаемые экспериментальных на любое наблюдаемые попадают на квасфикации какие джейновские выпадают какие джейновские выпадают из этой формы джейновские не выпадают на наоборот лишние у него есть джейновские расширяются какие лишние остаются да ну есть 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 наблюдаемые лишние просто джейн не покрывает всех возможностей дело в том что есть формула джейна есть ваша формула ну она джейна меньше я не буду на этом останавливаться но я джейновские могу не поясните откуда берется требование взаимно простые числа верны объясним если у вас будет произвольный поток через вершину то спектр имеет случайный характер и чуть не везде плотен ну а лазберевский известный так давайте продолжим ну но специфические свойства электронов и кривых решеток можно назвать не только посредственно дробному квантовому эффекту холла который требует существования щели на границе зоны но это бы проделывалось в общем нетрудно получить для определенных моделей путем счета установлен почти всегда а та формула же ощущение там знаменатели все нечетные или так нет они взаимно простые целые числа могут быть и четные знаменатели могут быть и четные знаменатели да вот ну значит вот но кроме дробного квантового эффекта холла может быть случай такой когда у вас внешний моблитный поток полностью компенсируется вкладом бихоля в частности такая формула соответствует половину заполненному уровню ландавра в этом случае имеются два бихоля с единичной циркуляцией в элементарной ячейке имеются и другие случаи с большим числом бихлей в элементарной ячейке но я остановлюсь на этом случае потому что в связи с имеющимися экспериментами американской группы вот билет и другие выполнены в 90-м и 93-м году на поверхности пьезоэлектрическую арсенида галле была сконструирована высококачественная гитара из тут извиняюсь зашутку здесь все должно быть вот алюминии ну стандартная гитарструктура гитара в объеме пьезоэлектрика галлею синид была генерирована поверхностная звуковая волна которая производила электрические поля действующие на двумерные электроны в сильном магнитном поле галлеи была таким образом по потерям была найдена алюминическая проводимость двумерного газа при различных электронных плотностях наибольшая проводимость наблюдалась при половинном как раз при половинном заполнении уровня при плотности соответствующей половинном заполнении уровня галлеи эти результаты это довольно старые опыты не поддавались полному объяснению по разным причинам ни теории композитных фермионов ни черным саймонским полям причем оба подхода предполагали что существует ферми так как эффективного поля как будто нет то должна быть ферми поверхностевой электроны саймонским я постараюсь сконструировать физическую картину и вычислить соответствующую проводимость модели вихревой решетки если полный поток через элементарную ячейку равен нулю то магнитные трансляции приближаются в обычные трансляции и любой периодический инвектор потенциал дает нулевой нулевой поток через язык этого потому что интеграл по поверхности обращается много периодически вот но я ограничусь случаем сильного магнитного поля сильное магнитное поле имеет порядок пропорциональный магнитному полю а скажем кулановское взаимодействие между электронами оно будет пропорционально корню квадратному из магнитного поля поэтому достаточно сильных полях это будет преобладающим ну вот значит вот эффективный галлитэниан написано фурье образ фурье образ вот этот закон в общем скобка ну понятно определяет обратную решетку поэтому мы имеем периодически галлитэниан с периодическим вектором потенциала вместе с стандартным периодическим потенциалом вместе с стандартным потенциалом я приму значит могу принять той модель что я лечейка бриллиана в обратной решетке имеет формула с двумя неэквивалентными векторами на ее границе к 0 и к 0 и штрих значит это означает что у вас соответствующая пространственная группа обязана иметь двумерное представление вот ну значит таким образом в этом случае у вас нижней скажем нижней заполненной зоны она будет иметь некую точку вырождения и вот в этих как раз канулы и значит у вас в результате возникает не фермия поверхности а фермия точки потому что как раз в этих точках происходит соединение со следующей зоной вот значит вот все это написано мы имеем две выраженные точки для двух различных зон совпадающие или означают закрытие щели на границе зоны и это ситуация хорошо известна в графене но нужно иметь в виду следующее что шкала расстояния у дыхлевой решетки связана с магнитной длиной и для больших для ныне достижимых полей эта величина велика по сравнению с графеновским межатонным расстоянием это важно потому что электрическое поле которое генерировано поверхностной волной может иметь волновую вину ну волновой вектор сравним с размером элементарной ячейки лихлевой решетки значит электронный химический потенциал при половине заполнения уровня ландау должен быть равен энергии в критических этих критических точках как раз в ферме точках энергия возбуждения в окрестностях этих точек будет иметь дирогский спектр подобный спектр для ферме вот он да твой афин некий и афин в афин и афин и 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 т FC и enses и и и и и и и и и Для того, чтобы вычислить проводимость, нужно выполнить вторичные пунктования, ввести правильные фирме операторов. Ну вот они имеют в вид такой. Вот это экспоненты соответствующие. Плюс и минус означают знак энергии, отсчитанный от этой нейтральной, от Вероковской точки. А минус, а плюс – это фирменские операторы, которые зависят от P и I и T. Ну, это в Вероковской представлении. Ну, и соответственно, Пси-крест имеют. А эти, Пси-минус это является столбцом из двух переменных пунктов, а Пси-плюс является строкой. Вот, а фирменские операторы, вот они, где мы поднимаем. Вот, они ортогональны и нормированы. Аналогичные представления имеются на кресле с другой точки. Ток индуцируется электрическим потенциалом пакахмысленной акустической волны. Ну, вот я его взял в такой виде. Вещественная, фирмен тоже константа вещественная. Омега – это чистота акустической волны. Ток индуцируется электрическим потенциалом, который является малым членом в полном гонгометоне. Ток индуцируется электрическим потенциалом, который является малым членом в полном гонгометоне. Ток индуцируется электрическим потенциалом, который является малым членом в полном гонгометоне. Так. Ну, вот формула Куба, значит, она будет иметь такой вид. Минус и Е квадрат на h – DT1–D2R1. Это вот оператор тока, который я считаю, что он направлен по оси Y, вот как оно и есть. Ро – это оператор плотности. Ро – это оператор оператора. Ого в Гейзенбергском представлении с невозмущенным гагритонианом H0. Среднее берется по состоянию с отрицательной энергией. Внешнеэлектрический потенциал генерирует переходы от занятых в состоянии окрестностей, от каноль-штрих к незанятым состояниям неон и околок каноль. И обратный – от каноль-штрих. С чего я хочу сказать? Да, там есть еще и другая точка. Значит, дираковские точки являются ограниченными. Но там плотность состояния обращается в ноль, поэтому вкладку можно принимать. Ну вот, на остереге плотность состояния, ну, известные, там только квантовые люди. Как бы даже... Так же теперь... Но имеется неприятность, что сформулированный таким образом этот самый средний ток, он генерирует... Значит, там и есть интеграл по t, он оказывается... Если я оставлю только h0 и все, и не введу никаких релаксаций, то интеграл по t1, который был в формуле куба, он будет расходиться. Ну и, значит... Значит, лет ли это нужно решать долго? Задача рассеяния или точнее об унигиляции пар, которые рождались этим самым потенциалом? Вот. Ну, я поступлю, значит, может быть, не совсем честно. Я введу этот фактор прямо в экспоненты t1 на tau, так что на отрицательный. Ну, это уже... Ну, это уже... Т1 это... Ну, я буду... Ну, лё. Значит, на отрицательных t1 это будет экспоненциально затух. И, значит, в результате я могу использовать формула куба и получить какой-то ответ для проводимости. Проводимости в таком примере. Ну, значит, полагая этот фактор с куба формулы, используя известные выражения для тока и для оператора плотности, можно получить, выполнить требуемое интегрирование и получить компактный результат для среднего тока, генерируемым одним электроном в окрестности этой самой точки. Вот это вот формулы. Ну, я буду считать, что омега-тау мало, и, значит, в знаменателе я положу равную единицу. И, значит, вот это будет вклад одного электрона. Произведение факторов нормализации S-2 и мы получим компактную формулу. Теперь я уже введу некую совокупность электронов вблизи критических точек. И, значит, и вот лямбда – это будет средняя вина волны электронов в эффективной области около критических точек. Ну, основной, за что боролись, значит, тут много разных вещей. Вот это лямбда, значит, это характеристика электронов вблизи точки, в дираковской точке. А вот это вот К – это волновое абсолютное значение волнового вектора поверхностной акустической волны. И, значит, таким образом ток оказывается пропорционален уголовному вектору звуковой волны. Ну, и, значит, это… Вот имеются экспериментальные данные. Это я не буду никак освещать, это более сложные характеристики. А это вот, это сигма, это проводимость как функция от волнового вектора поверхностной волны. И вы видите, какая прекрасная прямая получается. Ну, вот, собственно говоря, я изложил. Я кончу. Спасибо. Экспериментальным конкурентом гвантовых жидкостей колосских является лидный кристалл. Можно оказаться, что ваши вихри заряжены? Вообще, эти две модели стоят. Вигний кристалл и кристалл векрей. Это же не вигнеровский кристалл. Здесь объектами решетки являются вихри. Я понимаю. Вигний кристалл может тогда быть одним и тем же. Это сильно отличается. Эта система имеет нижение, нижение, нижение кристалл. Я не знаю. Вигний кристалл имеет энергию, связанную с уломом. А я по предположению считаю, что магнитное поле появится чисто, чем поле. Ну, хорошо. Это значит, что если вы возьмете не шесть Тесла поля как УАЗ, а, допустим, один Тесла, этого не будет вообще. Ну, вообще, да. Но все-таки, если бы не думая о кулоне, вы вычислили бы заряд нашего вихря. У него будет вихречивание. Заряды вихря здесь нет. Нет, не будет. Нет заряд, он не входит. Нет, ухажив плотность, концентрацию частиц термических вихря. Она будет увеличена? Или нет? Плотность, я скажу, такая. Потому что у тебя точно должно быть половина и полный уровень лангау. При данном поле. Да. Взял поле, а это на поле. Я уже не могу сделать видного сетку. Потому что... Надо просто с энергией сравнить. Вот есть решетка и вихрей. А весь колеблющийся вокруг узлов. Дигнерской решетки. Не так. Эти самые... О положении Акумони можно вообще забыть. Поскольку он существует... Нет, похоже, что всегда Вигнер выпадает из игры автоматически. Заряды нет. Потому что при том поле, которое он рассматривает, плотность такова, что... Да. Ну, можно пересчитать, вероятно. Серьёзно, я хотел спросить. Ну, вот, в старых представлениях, безусловно сказано, дроби, которые видны, они имеют эти состояния, дробные состояния, они имеют кулоновские щели. Кулоновские щели. Я ещё вопроса не задал. Нет. Это устанавливается по термоотенционной проводимости и так далее. И, кстати, это изменяется независимо оптически. Там есть скачки потенциала и просто по разрывам видны масштабы эти. Я ещё не задал вопрос. Я не могу сказать. В моей модели главное – это взаимодействие с веклями. Пока ещё вопрос он не сказал. Нет. Я хочу задать следующий вопрос. Это теория, которая предлагается как независимая или альтернативная или в контр тому. Она объясняет иерархию щелей и их масштабы, которые экспериментально изменят. Ну, это же нехорошо. Мы считали. И там вот к тому же есть куча других экспериментов, ну, при малых магнитных полях, есть куча других экспериментов, которые в этом модели, когда половины заполнения подтверждают. Ну, это отдельная статья. Одна, вторая – это просто соответствующая ферме жидкость, композитной, ферме ионов. Это отдельный сюжет. А я буду говорить про одну треть, одну пятую, одну седьмую. Это пройдено многими людьми по термоактивационному поведению. У него точно одна, вторая, он у него по одной седьмой ничего не говорит. В начале он про классификации говорил про одну седьмую. Ну, там другие вычисления должны быть, да. Это чисто в узкой точке, когда компенсация полная. Нет, компенсация-то полная и при четверти. И при четверти. Ну, вот она нарисована при другом наклоне. Ну, с высотой седьмой я хочу. И все народы дровят. Да. Ну, вот я просто хочу сказать, что такое очень длинное предположение, что люди должны быть из одного уровня ландава, оно, значит, опровергается, во всяком случае, теоретически. Более сложных из этих структур, они находят способ избавиться. Попробуем. Ну, вот я еще раз поговорю про классику. Так, следующий про классик рядом. Текст фильмаっちゃ компонент. Там сам, там, что он не возговорит. Все. 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 Еще. Почти погоди. This is the title, but I will give you... First of all, I will start from measurements. All these measurements, this talk is experimental. They were made in our Institute of Solid State Physics here in Czechoslovka. Sample preparation, it was made in different groups with the help of different people because it's quite difficult. And I've done much discussions with Yakov Kominov, with Sasha and Ira Bobkovi, and with Melito Bobkovi. Okay. So, the main idea of this talk. Among different two-dimensional electron systems, there are some which can be contacted from side, just at the mesostep. If you evaporate a metal over this mesostep. So, this dash is a two-dimensional electron gas. If we etch a mesostep and evaporate a metal, you will contact between this metal and dimensional electron gas. Normally, this system is not too populated and much experimental. People, because it's difficult to make a gate, low mobility as usual and something more. But it can be a big advantage, really. Here we use structure, which contains a two-dimensional electron gas in indium-garium-arsenile, between two indium-ariminium-arsenile barriers. And we use contact to metal film, which can be a superconductor or a ferromagnet. And in our case, we can easily use different materials, because normally a superconductor, such as Neoglu, has quite a big temperature of alloy. And for galium-arsenile, for example, it's very difficult to make a superconducting of your magnet. In our case, it's very simple. Two-dimensional electron gas. It's a narrow 20 nanometers indium-galium-arsenile quantum well, as I said, between indium-aluminium-arsenile barriers. It's asymmetric just from the growth quantum well. And the main facts about this system. First of all, high mobility at low period density. We have something like half million centimeters to square over both seconds. At 4 times 10 to 11 concentration. So it's close to the galium-arsenile parameter. But what is different from commonly used galium-arsenile? And strong Rajbo-type spin-orbit coupling. This coefficient, you can see here, is even higher than 10 to the minus 11 electron volt transmitter. And it is two order of magnitude higher than galium-arsenile. And it is important that it's like pure Raj-bacterial system. So Dresselhaus coefficient and all the sort of mathematically small. Okay. So the experiment is made as follows. We have this middle over mesoscale. Here it's an image of the sample. What here you see is meso. Several stripes of superconductor. Here this yellow in the original, but I'm not sure that it's well producing here. Subconductor. Which overlook meso step. And here at the meso step, there is edge contact to the mesh vector and gas. We have a lot of normal orbit contacts. Not shown here. To apply current through the system. The superconducting electrode is rounded. We apply current between one of the ohmic electrode and the grounded one. And we measure potential of the two dimensional electron gas by using any other. This for example, ohmic contacts. It's no different. We check it. Really, the maximum resistance is the resistance of the interface. So we can use any ohmic contact without any difference. And really, we measure resistance of the grounded. Electrode, resistance of the interface. What we can, what is the material of the superconducting alpha? It's niobium or niobium nitride. And I will start from niobium. What we can expect here? Of course, in this system, we can expect an anti-equation. And just on the Facebook, from Tinkham, after BTK paper, it's well known that usually we think that anti-equation lead to increased differential conductance within this gap. Increased in two times, it's well known result. But if there is scattering at the interface, AU will increase the strength of this scattering potential. It will be different. In the case of very strong scattering, there will be no conductance within the gap of those. And there are intermediate cases. And this case is especially interesting for us. The resistance is finite. Conductance is not zero. But the resistance is higher than the normal resistance variable. Conductance is smaller. Resistance is higher. So, on this reflection can lead not only to increased conductance, but to decreased conductance also. And this BTK theory was checked in different experiments. In the case of two-dimensional written gas, I can recommend this publication because of very high experimental quality, as I can say. They studied transfer from this regime to this regime. And they described it by some formulas. Okay. In our case, this is experimental picture. This is differential resistance. Here we have differential combatants. Here differential resistance as we measure in different experiments. This is voltage drop over the interface. What we see? We see that outside the gap, we have normal combatants. These combatants are two, four traces for different junctions. For two junctions at a single site, we have the same normal resistance. And the same for another mesostep, but that is slightly different. It's just because there is some small mesotropia community gap in this two-dimensional regress. This is known fact. Within the gap, we have increased resistance. And if we calculate the transmission of the gap barrier of the interface to the normal value of the resistance. We can calculate transmission. We can recalculate it with BTK formula to the effective scattering strength. In fact, it will be exactly this region. So, and we have increased resistance within the gap, but it is still finite. You see the weight is about 10 kilos, so it's very small. What is nu? The nu is a sharp peak within narrow voltage integral near the zero bytes. You see the different curves, they are different by the use. Just because an electric version is very sensitive to the scattering, to the particular interface. But the width of this peak is the same for every curve. The same we can say for different samples. And I will show below for different material. On our narrow voltage nitrite, we have the same width of this central peak. Second experimental fact. This peak we can see only at low temperatures. For our superconducting film, the critical temperature is about 9 calories. But this peak we can see only below 1K or 0.88K. It's no peak. But we see that the curve itself is not sensitive below this temperature. And it's so good because the critical temperature is much higher. Only above 1K we have some deformation of the cool curve. But the peak as well can be seen at 30 millikilores and it is strongly suppressed by the temperature. So we have a second experimental fact. Second experimental fact. Very similar effect of the magnetic field. So if we apply in plane magnetic field. And the peak is also suppressed by the magnetic field. And here you can see it in detail. The peak is also suppressed by the magnetic field. The peak completely suppressed much earlier. At 1.5T. We have no this peak. But width is the same. Only suppression in the magnetic field. And once more, it is much earlier than the critical 3T of the magnetic field in our configuration. So, very similar effect for the magnetic field. For the magnetic field, these two curves are for the same curves for single junctions. We have different regime of static. In this case, within the gap, here the current value. We will say, by a few volts later. We have resistance within the gap. A smaller than normal resistance. So, it is exactly this case of usual and the effect of action. Practically without scattering. But for two different curves. For two junctions. This one and this one. We still see small peak at zero bias. And if we calculate current to voltage. The width will be practically the same as for different four nanograms. In this case. But if we have so transparent interface. We can try to make SMS structure. So measure two point resistance between these two electrodes. This is dashed curve. So, it is a normal Josephson behavior. Zero voltage within some current range. And in this case. We do not see any special features. Zero bias. Zero current. Okay. So. Main experimental facts. We observe strong increase of the resistance. We then sum. Ones from the star bias interval. And it means that Andreev refraction is suppressed. Maybe not completely. But partially suppressed with this interval. And this effect is independent of the superconductor material and interphase disorder. So. The only relevant energy scale in our system. Is the spin orbit coupling. Which is well known in this two dimensional electron gas. Which I believe. And there. Value of the spin orbit coupling. Is about 1k. At our density. And in our two dimensional electron gas. So. It's okay. Because. If we have temperature much smaller than this 1k. We see the effect. If we increase temperature. If temperature exceeds spin orbit coupling. It means that. We have normal situation without. Spin orbit interaction. In two dimensional. And so. No more interaction. On reaction. Another. Interesting. Fact. That. This. Magnetic field. Of the suppression. It's. Also. Known. For this two dimensional electron. Because. In. 1.5. Tesla. At our density. Zeeman splitting. Equals to the spin orbit coupling. So. Above. This. Magnetic field. Zeeman. Is. Effectively. No. No. In the system. And. So. Okay. This is. Effectively. Spin orbit coupling. In two dimensional electron gas. But. What is the mechanism? It's. A question. Because. In normal case. Of. Zeeman splitting. The mechanism. Of. Subgression. Reflection. Is. Usual. Everybody knows. We have. We have some. Relation. Between. Speeds. In a. Cooper pair. So. Two. Parabolas. Are. Shifted. In the. Energy direction. It means. That. Okay. And. Here. And. Reflection. Partially suppressed. For. Some. This. Partially. But. In the case. Rasgo splitting. Where. These two. Parabolas. Are. Shifted. In the. K. Direction. In. Principle. For. Any. Electrons. Opposite. Opposite. Spin. Here. And. It's. Not. Important. On. It was. Publication. In. 2006. Just. For. The. Of. And. They. Find. Some. Effect. On. And. On. But. This. Effect. Was. In. Amplitude. And. There. No. Energy. This. So. It's. We. Can. Not. Say. This. That. This. Mechanism. And. Another. Possibility. Is. Now. Common. Thing. This. Spectrum. And. You. By. Electric. Field. In. Two. Dimension. Plane. You. Will. Spins. Which. Are. You. Have. You. Have. Spin. Projection. Outside. Two. Dimension. Electron. Plane. This. Is. This. Is. Publication. And. Picture. From. It. Was. After. That. A. Discussion. About. Spin. Currents. And. So. If. You. Have. Dimension. Electron. Yes. You. Have. Currents. Between. These. Two. Context. In. The. Context. You. Have. Currents. Between. Context. In. The. Electric. To. Currents. And. At. The. Corners. We. Will. Have. Spin. Up. And. Spin. Down. Polarized. In. Zero. Moderative. So. All. The. Discussion. About. Origin. Of. The. Currents. It. Very. But. The. Importance. Of. This. Is. More. Or. Less. Stable. And. In. Experiments. It. Was. Demonstrated. But. Only. Metallic. Not. Two. Dimension. Red. Gas. And. We. Can. Easily. Check. Experimentally. We. Can. The. Same. Experiment. As. Previous. I. Discussed. But. We. Can. Change. The. From. Superconductor. To. Fermament. And. After. That. The. Same. Three. Point. Measurement. Technique. Apply. Current. Through. Interface. Measure. Voltage. Measure. Potential. Two. Dimension. Electron. Gas. Here. You. See. Dependence. Of. The. Junction. We. Have. Quality. Similar. Curves. Dependence. We. Nearly. Zero. Bias. Strong. And. It. Is. Suppressed. Temperature. Temperature. Dependence. We. Have. Zero. Bias. Strong. It. Suppressed. By. Temperature. Temperature. From. Superconducting. Phase. But. This. Premagnet. Permaloid. Complex. For. Any. The. Same. Behavior. Similar. As. Function. Of. The magnetic field. Per. Premoloid. Initially. Magnetized. The. And. If. You. Inflame. Magnetic field. The. Curve. Is. Shifted. Up. As. Down. Suppressed. To. 1.5. Or. 2. Tesla. This. This. In. The. Normal magnetic field. The. Curve. Is. Shifted. Down. And. This. Normally. Behaviour. Will. Suppressed. Much. Earlier. In. 1. 1. 1. 1. 1. 1. This. In. Interface. Effect. Just. Because. We. Measure. Two. Point. Curve. In. Serious. Resistance. Interface. 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 10. Micrometers. So. This. Estate. Second. This. Is. This. The. Correspondent. Curve. We. Where. Is. Meet. We. Take. Could. We. и можно использовать эту ноно-linear behavior, что это будет срепрессивно на 1.5-2 кгс. Также, для более-сепарированных функций, это сумма, в случае, в этом случае с дисджунками и дисджунками, и это сумма, как это 100 кгс. но здесь есть моноинлия регион, и это будет также запрессивно до этого 1.5-минга, вот здесь. Но это тоже изменилось, но запрессивно, это же самое, So, indeed, the attack, this attack, is indeed the attack of the particular interphase, this non-linear interphase. So, if we delete this series of spin-ball attack, it means in our case that we have contact, from thermo-load, magnetized, in equivalent to the mesurizing gas. We have current flow into it, and because of this spin-ball attack, we should have spin-polarized region here and here, and this polarization is out of play. So, transport of electrons from this region to the contact, and from this region to the contact, is suppressed, because we need to change the spin. So, the detector width of the contact is smaller, so resistance is higher, and this is the region of our non-linear behavior, and we need the zero bias. If we apply, if we increase temperature, it means that spin-hole effect is suppressed, no despolarization, width is restored, as we see in the experiment. If we apply in-point magnetic field, thermal magnetization is the same, but, of course, if the same one splitting will exceed the gradual splitting, in this case, spin-hole effect will also be suppressed, and where this non-linear behavior will be also suppressed. For the normal magnetic field, we can change the value of magnetization in very low magnetic field, because it's soft material, and in this case, there will be no problem in spin-transfer from the two-dimensional rate that goes to the contact. So, it's completely consistent with our expression, and in this case, if we change this contact to subconductive contact, the picture is the same, we have these two spin-polarized regions, and from these spin-polarized regions, and from these inpolarized regions, and their protection is suppressed in well-known mechanism, as usual, so the contact with the effect is also smaller, and all the same. So, it seems that we have two experiments, with ferromagnetic contacts, and with superconductive contacts, that can be explained in a single manner through this picture of a spin-polarized region. And, as far as I understand, this ferromagnetic experiment, in our case, it's the, it's a first demonstration of the spin-polarized region of electron gas, in terms of the experiment. Okay. Okay, this is a conclusion, and let's hope. Okay. So, it looks like a very exotic manner, but I'm sure it's important. Okay. So, here's it. Okay. 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 All right. Okay. 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 All right. Okay. 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 Thank you. Okay. That is enough for us. I know we are just putting six millimeters on here. In this case, we are just putting seven more parameters in one direction, with which you means for変. Саша, а скажите, пожалуйста, вот у вас контакт как устроен? У вас есть урала какой-то? Сверху только не течет, только двух. Вот если на Мезу нанести металл, то никому контакт не течет. Все-таки я до конца не помню, потому что я спрашиваю. Есть перекрытие, два доказа и сверхводника? А насколько оно сильное, если оно есть? Вот оно здесь есть. А сколько это? Ну вот это перекрытие, это примерно 10 литров. Но это перекрытие, дело в том, что вот это расстояние 1000 ангестерэм от двумерного газовой поверхности, вот это вот перекрытие, если бы не было, проверим, если бы не было перекрытия с мезостепом вот здесь, то сюда можно металл намазать сколько угодно, и не будет вообще никакого контакта. А, ну то есть вы поэтому гадите в столице? Да. Именно поэтому в столице. А магнитный порт как вы прикладываете ориентацию? А в случае сверхпроводника в плоскости двумерной системы? Ага. А в случае филомагнете в плоскости линии нормальные? Так, так, так. Нет. Еще вопросы? Если нет, давайте поблагодарим всех за это. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, у нас перелет до половины. А лучше давай 25 минут. АПЛОДИСМЕНТЫ